Приветствую вас, уважаемые телезрители! Приветствую радостным пасхальным приветствием! Христос воскресе! И в эту пасхальную ночь, которая только что завершилась, все возвращаешься к тому же вопросу. Если в неслыханном утверждении Христос воскресе, вся суть, вся глубина, весь смысл христианской веры, если, по слову апостола Павла, вера наша тщетна, если не воскрес Христос, то что же означает это для нашей, для моей жизни сейчас, здесь? Вот пришла еще одна пасха. И снова эта удивительная ночь, это нарастание волнения, Снова мы в лучезарной радости этой службы, которая вся состоит, как бы из одной ликующей песни, ныне вся исполнившаяся света, небо и земля и преисподняя, да празднует оба весь мир восстание Христова, в нем же утверждается. Какие радостные, какие победные слова, все соединено, небо, земля, подземное царство смерти, весь мир участвует в этой победе, в воскресении Христа находит свой смысл, свое утверждение. Но вот завершилась эта ночь. Кажется, кончился праздник, и из света мы возвращаемся в мир, спускаемся на землю, ступаем снова в нашу реальную, будничную, трезвую жизнь. И что же? Все так же, как было, ничего не переменилось, и как будто ничто, решительно ничто на земле не имеет ни малейшего отношения к тому, что пелось в церкви. Да празднует оба весь мир восстание Христова, в нем же утверждается. И в душу закрадывается сомнение. Эти слова, такие прекрасные, такие возвышенные, прекрасные возвышения, которых нет и не может быть на земле. Не иллюзии ли они, не мечта ли они? Их жадно впитывает в себя сердце, душа. Но холодный и будничный разум говорит мечта, самообман. Более двух тысяч лет прошло. И где же их действие? Где их сила? В чем их победность? И, Боже мой, как часто христиане почти опускают голову и даже уже и не пытаются свести концы с концами. Нас ловят в тоннелях метро, в автобусах, даже у подъезда нашего дома или на пороге собственной квартиры. Нам говорят о Христе и не верят в Его воскресение. И мы соглашаемся. И даже от веры своей православной порой отказываемся. И даже какие только крещения не принимаем. Или иначе. Оставьте нам, примерно так говорим мы, миру, оставьте нам эту нашу последнюю драгоценность, это наше утешение и радость. Не мешайте нам в наших храмах утверждать, что радуется и ликует весь мир. Не мешайте нам, а мы не будем мешать вам строить этот мир и управлять им, и жить в нем, как вам угодно. И вот эти разные отношения, разные мнения. Однако, на последней глубине нашей совести мы знаем, что это малодушие, этот минимализм, это внутреннее бегство в тайны и сокровенный праздник. Они несовместимы с подлинным мыслом и с подлинной радостью Пасхи. Или воскрес Христос, или не воскрес, или-или. И если воскрес, о чем же ином наше пасхальное ликование, если действительно в один решающий и единственный момент в истории не только человечества, но и всего мира свершилась эта неслыханная победа над смертью, то тогда все действительно стало иным и новым в мире. знают это люди или нет? Знаете это вы, слушающие и смотрящие? Но тогда и на нас, верующих, радующихся, ликующих, лежит ответственность, чтобы другие узнали и поверили, увидели, услышали и вошли в эту победу и в эту радость. Вот древние христиане свою веру называли не религией, а благой вестью. И свое назначение в мире видели в ее возвещении и распространении. Древние христиане знали и верили, что воскресение Христова не просто причина ежегодного празднования, а источник силы и преображения жизни. И то, что слышали на ухо, возвещали, как говорит Евангелие, с крыш. Но отвечает мой трезвый ум, как говорят теперь реалистический разум. Но что же я могу, как могу я возвещать, кричать, свидетельствовать? Я бессильная песчинка, затерянная в массе. Но это возражение разума и так называемого здравого смысла ложь. Может быть, самая страшная и дьявольская ложь современного мира. Потому что современный мир каким-то образом пытается убедить нас, что силу и значение имеют в мире только число, количество, масса, что может один против всех. Однако именно тут, именно по отношению к этой лжи и должно раскрываться во всей своей силе основное утверждение христианства, его ни на одну другую непохожая логика. Христианство утверждает, что один человек может быть сильнее всех. И знаете, если бы каждый из нас, знающих пасхальную радость, слышавших о победе, поверивших в то, что неведомо для мира, если бы каждый из нас, забыв о числах, количествах и массах, эту радость и эту веру передал еще только одному человеку, тронул ею только одну человеческую душу. Вот поэтому мне сегодня особенно хочется пожелать всем нам, пусть это вера и радость сокровенно присутствует в каждом, пускай самым незначащим нашем разговоре будут с нами в наших трезвых буднях, и тогда началось бы сейчас, здесь, сегодня преображение мира и жизни. Не приходит Царство Божие приметным образом, сказал Христос. Царство Божие приходит каждый раз в силе, свете и победе, когда я человек, когда каждый верующий выносит его из храма и им начинает жить в своей жизни. Вот и давайте так учиться жить, и тогда окружающий нас мир будет становиться новым, другим миром. Тогда придет к нам Царство Божие, воскресенье, новая жизнь. Но для этого каждый из нас должен умереть. я не имею в виду телесной смертью, не ужасной смертью разлуки, а отказом от всякого себялюбия, от искания своего, открыться Богу, открыться другим, жить для других, потому что воскреснуть вечной жизнью может только то, что сбросилось с плеч, как старую ненужную одежду все временное и тленное. Вот и давайте так будем жить и такой мир создавать. И тогда возрадуется о нас Господь, и мы с радостью взглянем Ему и каждому человеку в лицо и с чистым сердцем произнесем Христос воскресе воистину воскресе Христос. Христос